Всем привет! Мое стремительное возвращение на YouTube с очередным видео из Праги на один день. Сегодня мы едем на север Чехии в город под названием Дечин. Беру вас с собой. Поехали! Расстояние от Праги около 110 километров. Город находится в нескольких километрах от границы с Германией. Видите, какая есть интересная активность? Можно полазить по скалам. Цепляются на вот эти вот веревки металлические, пристегиваются к карабинчикам и лазают по скалам. Вы бы так пошли. Я пока не готова к таким подвигам. Вот с таким вот видом они там карабкаются. А приехали мы в город Дечин, чтобы посмотреть, соответственно, замок Дечинский и полетать здесь на дроне. Готовы? Красивым кадром. Полетели. Дечинский замок Дечинский замок – настоящий клад для любителей красивых видов. Он расположен на скале, возвышаясь над рекой Эльба. А вокруг замка тянутся великолепные чешские горы, которые создают просто потрясающий пейзаж. Построен еще в средние века, он за свою долгую историю пережил не одну реконструкцию, был свидетельством множества событий. А вообще, эта точка на скале имела довольно важное стратегическое значение. Самые первые письменные источники, датируемые 1128 годом, напоминают деревянные укрепления, построенные на скальном массиве. Основной задачей укрепления была охрана эльбской торговой дороги, на которой, например, взималась пошлина за перевозку соли. А на противоположной скале от замка построена смотровая площадка в виде мини-замка с потрясающим видом. Кстати, эти маршруты для скалолазания на скале называются Виа Феррата. Их очень много в Чехии и в Европе, разные уровни сложности. Их можно посмотреть, повыбирать в интернете. На дичинскую Феррату я оставлю ссылку в описании к видео. Также в Дечине можно прекрасно провести время и без адреналина. Например, прогуливаясь по уютным улочкам старого города, наслаждаться вкусной чешской кухней в местных ресторанах или отправиться на экскурсии по набережной Эльбы или в дичинском самке. Можно также заглянуть в небольшой местный зоопарк. А если вы любите активный отдых, то можно арендовать велики, падлборды, каяки и прочий спортивный ментарь. Ну что, давайте заглянем во внутренние горы замка. Входим на территорию Захрад, садов, замка. Вот так вот встречает нас стена красивая и, конечно же, разные другие красивые цветочки, которые так и шепчут мне, сними меня. Ну, что я с удовольствием и сделаю. Фонтанчик. Мини-кафешка, где продают мороженое, мрезлинку и всякие там напиточки. Ну, поднимаемся наверх. Какая красивая лавочка. Что это у нас тут? Павлины. И какая-то красота. Нужно обязательно потрогать. Ммм, дерево. Так, нужно найти, что покушать, потому что уже обед. Будем проверять местную кухню. Смотрите, найдена кувшинка. Вау, так красиво. Водичка теплая. А это вот вход уже в замок. Внутрь на территорию. Непосредственно самый внутренний дворик замка. С таким большим дубом. И, не знаю, не уверена, что это за дерево. Такой вот колодец замкнутый. Здесь есть ресторан, который мы сейчас опробуем. Греческий. Вот этот шпиль, вокруг которого мы летали. По-другому смотрится, конечно, с земли. А еще, мне кажется, наверное, было слышно довольно нашего дрона, потому что мы прям вот так вот вокруг чуть-чуть пролетели. Ну, ладно, ничего страшного. А в греческом рейстике, не поверите, но оказалось очень много греческой еды. Тут есть и мусака, и гирос, и всякие разные другие штучки. Снимаю на паузе, можете посмотреть, что тут есть интересненького. Главное не ошибиться. Вот я все время выбираю, не очень. Ну, я попробую в этот раз испытать свою удачу. Я заказала бифштекс. Он должен быть наполнен сыром и малиновкой. Это малиновый лимонад. Выглядит достаточно аппетитно. Надеюсь, так же вкусно. Так, ну в итоге обед оказался вкусным и недорогим, потому что в предыдущем замке, в котором мы были сейчас, ну не сейчас, на прошлых выходных, да, Сбирох, там цены были практически такие же, или даже дороже, но были самые обычные чешские блюда, вот эти вот, которые без заморочек, в панировке, там, шницель, картошка просто сваренная, без ничего, да, особо, никакой подачи тебе особенной, в общем, а цена такая же или больше. Там дамочки ходили в атмосферных таких вот нарядах средневековых, да. Тут не ходят, но тут ресторация греческая. В общем, вот тут вкуснее. В общем, вывод всей этой речи в том, что вкусненько получилось. Рыцарь и его поверженный соперник тоже из дерева композиция. Когда у садовника твоего романтическое настроение, ну или он отправляет тебе какие-то знаки. Опачки, и павлины у них тут ходят. Привет, девчонский павлинчик. Хвостик отращивает, сбросил, общипанный. Прогулка по Дечину уже подходит к концу, а мы на обратной дороге решили заехать здесь в местный Лидл, посмотреть, отличается ли он чем-то от нашего в Праге, потому что мы все-таки находимся близко к границе Германии, и вдруг, а вдруг, вдруг ассортимент будет другой. Но нет, все здесь тоже самое, абсолютно ничего нового, уникального не найдено было. Так что, все, на этом я буду заканчивать свое видео из Праги на один день. Ставьте лайк, подписывайтесь, и увидимся. в следующем видео. Пока-пока! А, Б, С, Д, Е, Ф, Джи, Джи, конь на Ф3. Хдыщ! Бум!